Дмитрий Бутеров – это популярный рыболовный видеоблог, который ведет Дмитрий Бутеров. Если вы любите рыбалку и хотите знать о ней больше, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Привет, друзья! Плавленый сыр – это насадка хорошая, ловит, в принципе, это всю мирную рыбу, не только зимой, но, в принципе, весной, летом. И осенью, правда, не в любую погоду, ту погоду, которую мы рыбаки называем «бесклюви», это, конечно же, не сработает, и с километров на эту насадку, опять же, никто не приплывет. И в этом видео я расскажу вам немало интересной информации, почему не стоит заморачиваться на том, на чем не стоит, и почему стоит заморачиваться только на одном. Об этом и чуть-чуть поподробнее. Тему этого видеоролика мне как раз друзья подсказали в ваших комментариях. Я думаю, тема этого видео будет полезна и интересна в основном молодым и начинающим рыбакам. Они частенько на этом и заморачиваются, на том, на чем заморачиваться не стоит. Никогда. При выборе сырков, плавленных в магазине и при ловле на эти сырки, будь то на удочку зимнюю, будь то на летнюю удочку, на реке, озере, зимой, летом, весной и осенью. В магазинах, друзья, существует большой выбор плавленных сырков. Чем больше магазин, тем больше, в принципе, это выбор. С разными вкусами, там молочные, с какими-то колбасами, грибами и много-много чего другим. Очень огромный выбор. И как из всего этого выбора, выбрать ту насадку, то есть тот сырок, который нам понадобится для рыбалки. И не прогадать. Ни в рублях, ни в клеве. Как зимой, весной, летом и осенью. Также, друзья, в магазинах продается огромное большое количество сырков, разных как по названию, так по цене и по фирме-производителю. И это, друзья, в принципе-то очень важно. Один фактор, который нам, в принципе-то, принадобится, он самый важный. Все остальное забудьте. А именно, фактор этот – цена. Итак, друзья мои, оказались вы в продуктовом магазине. Вам нужно выбрать сырок. Там сырков может быть большого количества. Чем больше магазин, тем больше этих самых сырков. 10, 15, 20, а то и более. Но давайте, друзья, не будем забывать одну очень главную деталь. А именно, цена. Берем тот, который самый-самый дешевый. Мы не себе любимую покупаем к чаю, а покупаем насадку для рыбалки. Это раз. И почему самый дешевый? Не будем, друзья, забывать, что в основном на все продукции цены закладываются следующим образом. От перевозок и от фирмы-производителя. Чем круче фирма, тем дороже товар. Ну, возьмем, к примеру, два сырка. Один стоит, допустим, 20 рублей, другой 40 рублей. Какая разница между тем, который стоит 20 рублей, и тем, который стоит 40 рублей? То есть, вы думаете, что тот, который стоит 20 рублей, дешевле, да? Он хуже, невкусный какой-то. Нет, друзья. Там все зависит от как раз фирмы-производителя и от перевозок. Тот сырок, который 40 рублей стоит, его везли намного дальше в этот магазин. Плюс фирма-производитель куда круче, чем та, которая, чем у того, который стоит 20 рублей. В этом, в принципе, это вся и разница. В основном. Основная. Два. И третья. Один имеет какой-то, допустим, лишний ароматизатор. Допустим, какой-то грибы. А тот, который за 20 рублей, к примеру, не имеет этого ароматизатора. Это 3. В принципе-то, в этом вся и разница. Тем, что 20 рублей, тем, что 40. Могут в сырке быть там и 30 рублей, и 60. Опять же, все зависит от фирмы-производителя. Вот. Это очень, друзья, важно. Поэтому выбираем тот сырок, который самый дешевый. У вас может в магазине стоить рублей 15, может стоить 30, самый дешевый. Не могу сказать по ценам. У нас эти сырки продаются по цене самая дешевая от 20 до 30 рублей. У вас может быть такая же. Цена в магазине может быть подороже, а может быть и, в принципе, подешевле. Выбираем самый-самый-самый дешевый. Сейчас объясню, почему самый-самый дешевый. Давайте, друзья, не будем забывать одну очень главную вещь, о которой, в принципе, начинающие рыбаки, молодые рыбаки-школьники, которые годятся у меня, в принципе-то, во внуки, кто-то, в дети. Ну, в основном, во внуки. Обычно всегда на этом заморачиваются. В том плане, что забывая одну вещь или ее не зная. Рыба и ядна. Все ядна. Это очень огромный плюс в том, что она и ядна. И в таких вкусах, как один плавленый сырок с грибами, другой копченой колбаской, третий просто молочный, либо еще с чем-то разбирается только человек. Рыба в этом не разбирается. Поэтому самый дешевый сырок как раз то, что нам принадобится для рыбалки на мормышках, как в марте, апреле, мае, июне, июле, августе, сентябре, октябре, ноябре и декабре. Рыба, друзья, все ядна. Поэтому заморачиваться на каких-то фирмах-производителях, чем дороже сырок, тем, значит, круче будет у рыбок левать, не надо. Это бред. Мил. Сколько я пробовал разных сырков, сам люблю сырки кушать, оставлял специально для рыбалки частички, потом лепил шарики, ловил как зимой, в принципе, так и летом. Сырки были как разные по цене производителя, так по цене, так и по вкусам. Там с грибами, копченой колбаской, там еще и с чем-то. С чем-то, чем-то, чем-то. Я большой разницы не увидел никогда. Ни зимой, ни летом, ни весной, ни осенью. В ту погоду, в которую вся нормальная рыба клюет. Единственное, друзья, минус плавленого сырка, он не любит тепло. Я как-то летом попробовал половить в жару. Во! Да. Дурак! Взял с собой сырок. Он у меня на солнышке расплавился. Как слепить шарик, на крючок нацепить, было, друзья, совершенно непонятно. Поэтому вот эти все плавленые сырки, как насадка для рыбалки, очень хорошо подходят, когда на улочке, в принципе, прохладно. Допустим, та же самая зима, та же осень, та же весна. Но не летом. Или летом ловить, но когда на улочке, весьма-таки прохладно. Допустим, раннее утро. Но если ловить днем, и когда на улочке градусов, и так на солнышке 30, боюсь, затея не прокатит. Лепить из него шарик, и нацепить его на крючок, реально невозможно. Он становится очень такой, липкообразный, и только руки, в общем, перепачкаешь, и соберешь весь русский фольклор. На то, чтобы... В общем, мужики, летом, когда на улочке жара, кушайте сами его, тяем. Это более хороший плюс. Но не берите с собой на рыбалку. Иначе перепачки. Поэтому, друзья мои, из всего выше сказанного, точнее, больше ниже сказанного, не заморачивайтесь на каких-то вкусах этих плавленных сырков, производителях и фирм. Всегда заморачивайтесь на цене. Рыба, друзья мои, всеядна. Для нее один главный фактор, по которому она будет склевать на любой сырок, который вы нацепите на крючок или на мормушку. Один для нее главный фактор, а это погода, которая позволяет сегодня рыбе питаться. В январе, феврале, в июле, августе и других месяцах. А для рыбака два главных фактора. Первое, это погода, которая позволяет рыбе питаться. И второе, наличие самой рыбы в точке лова. Так как-то...